Всех приветствую на своём канале. Сегодня я с вами хотел бы поговорить о том, что будет на канале, что уже есть на канале, почему некоторые видео были удалены. Итак, начнём с того, что будет на канале. Я, честно говоря, не обещаю, что что-то будет интересное на канале. Чаще всего это просто какие-то, думаю, выкладывать какие-то интересные, но иногда бесполезные видео. Допустим, обзор какой-то ерунды китайской. Вот, к примеру, хотел снять обзор вот такого вот мультиметра интересного. То есть это будут обзоры всяких разных китайских маленьких дешёвеньких вещей, которых, в принципе, обзоров в интернете нет. Поэтому я их решил себе, ну, снимать сам. Во-вторых, хотел поговорить, почему некоторые видео были всё-таки удалены. Дело в том, что некоторые видео были не сильно удачные. Некоторые видео были, так скажем, удачные, но неинтересные. Сильно мало просмотров было. Или видео, опять же, такие были, что ли, не по тематике. Вот по поводу тематики канала. Тематика основная, это, конечно же, радиоэлектроника. Но иногда я люблю, так сказать, готовить еду. Вот. Я, ну, иногда какой-то коктейль делаю. Помните, макачино для детей такое видео. Мне, конечно, писали в комментариях, что то же самое, что и кофе, только с разной концентрацией. Да. Я с вами полностью согласен. Но просто вот как раз захотелось такое, можно сказать, бесполезное видео снять. И пока я его удалять не хочу. Также хочу сказать, что видео, как загрузить видео на YouTube, я, честно говоря, не помню. Какое-то видео, где появляется чай, вроде как раз про YouTube. Там видео было немного неудачное. Если кто смотрел, видели, что там было... В начале видео всё нормально, но в конце там немного ерунды было. Я прошу прощения за это видео. Проблема в том, что я немножко не подкорректирую её в программе. То есть случайно так получилось. И перезаливать я его тоже не собираюсь, поскольку оно зальётся мне не как вот там, где оно было, а как самое последнее, то, которое я добавлял. Также хочу рассказать, какие были самые первые видео и почему их вообще начну снимать. Ну, во-первых, самое первое видео, вы помните, про апельсин было. Если не видели, можете, конечно, посмотреть. Это самое моё первое видео, которое было загружено на YouTube. Конечно, моему каналу уже 9 месяцев, то есть моему видео про апельсин. Оценили его немногие, но всё же. Это было интересное видео с таким небольшим фокусом. Вот так вот. Также хочу сказать спасибо большое дорогим подписчикам за то, что они смотрят мои видео, за то, что у меня уже есть 12 человек, которым нравятся мои видео. И один не мой подписчик, но он, мой друг, тоже смотрит видео. Всем большое спасибо. Также хотелось бы добавить, что для меня всё-таки, наверное, будет лучше говорить не «Здравствуйте с вами, Вадя Славевзе», а вот как бы «Всем привет» или «Приветствую». Вот для меня, лично для меня, это более, так сказать, более мягкое, более такое дружеское, что ли, видео. Вот. Поэтому я думаю в некоторых видео всё-таки разговаривать так. Если вы хотите, чтобы я говорил в начале видео «Всем привет, сегодня снимаем обзор вот такого вот предмета», то вы, пожалуйста, пишите из комментариев. Также, пожалуйста, задавайте мне вопросы, ну, по поводу техники, что, как ремонтировать. Задавайте вопросы, которые вас волнуют по поводу канала, по поводу видео, по поводу моего увлечения, как я вообще, ну, как бы стала мастером. Я, конечно, сейчас немножко о себе расскажу. В 6 лет я жил в общежитии двухэтажном. Оно изначально было, как баня, но потом его подстроили под общежитие. И вот как раз в 6 лет я научился паять. Дальше в этой квартире, в которой я сейчас живу, я собрал свой первый компьютер. Это был компьютер Пентюн-3. Ну, а вот из разряда паяний я просто потихоньку набирался ума. Меня тот дедушку учил, папа, мой не электрончик, может, кто-то подумал. Меня чаще всего дедушка учил, меня чаще всего я в интернете сам учился, собирал схемы. Вот, помните, усилительная микросхема ТДА-2005. Я ещё к нему хотела доснять видео про велосипед и про то, какой он уже в корпус. Но, к сожалению, велосипед украли. Так что вот так вот. Ну, и, конечно, я забыла сказать, что те видео, которые были самые первые. Почему я начала говорить, снимать видео на компьютерную тему. Как поставить оперативную память, как поставить процессор, как смазать кулер. Дело в том, что я хотел, чтобы какие-то из моих видео, к примеру, вот эти вот видео на компьютерную тему, они всё-таки набирали какую-нибудь там популярность. Их было интересно смотреть, в том числе и моим подписчикам. То есть, чтобы видео было на канале, оно было в Ютюбе. И вообще, просто как бы, чтобы показать, что я это умею делать. Да. Потом я начал снимать видео с 16-ми пиксельного фотоаппарата, ну, камеры. Начал всё-таки снимать видео вот на веб-камеру, как сейчас. Поэтому некоторые могут удивляться, почему качество стало хуже. Также я ещё хотел отметить, что видео, я иногда вот видео про находку, вот этот вот корпус, который я нашёл, на нём у меня коробочка с радиотором стоит. Вот. Так я его снял конкретно на телефон. Я уж извиняюсь, но просто у меня нету такой камеры, хорошей, высококачественной, 16-ми пиксельной, которая может на стойке стоять. Она у меня даже сейчас, вы удивитесь, она на спинке стула держится. Вот так вот. Нету у меня веб-камеры или просто камеры со штатива. Штатива нету самого. Поэтому я решил использовать камеру. А вот такой камеры, чтобы взять и что-то снять там на улице. Вот ещё интересное видео я хотел снять. Это видео про то, как правильно ставить бутылёк на трубу, как правильно набирать воду на колонке, что-то типа такого. То есть, как я уже говорил, видео может быть бесполезным, но при этом оно может быть интересным. Вот как транзистор 815, тот, который про находки снимает, я на него подписан. У него некоторые видео просто бесполезные, какие-то обзорчики, какие-то находки, но они интересные. Это интересно смотреть, какие раньше было компьютерное железо и так далее. Ну, думаю, я уже выговорился. Также вот думаю сейчас, наверное, снимать трейлер для канала. Даже не знаю, с чего начать. Ну, вот, в принципе, и всё. Спасибо ещё раз подписчикам, тем 12 человекам, которые всё-таки смотрят мои видео, которые нравятся то, что я делаю. Всем большое спасибо. Вот, в принципе, и всё. Всё, что хотел сказать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok